Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Артём Тарасов. Смотрите выпуски. Сыр и масло из лучших ингредиентов, металлоконструкции и авточехлы из прочных материалов. Пятилетие системы добровольного контроля качества «Сделано на Дону» отпраздновали выдачей новых сертификатов. Компаниям, подтвердившим высокий уровень своих товаров и услуг, вручил знаки губернатор. Хлебные, молочные, мясные продукты. Гастрономические радости местного производства на стенде акварельно-гуашевые. Юные таланты со всей области подготовили юбиляру «Знаку качества. Сделано на Дону» художественный подарок. И он свидетельствует – донские товары на слуху и действительно востребованы. Всё, что выбирают жители Ростовской области, если это им по душе, если это им симпатично, то я считаю, что это качественно. Мне известно, что сегодня люди, приходя в магазины, зачастую спрашивают, что из того, что нам предлагается, сделано на Дону. И это выбирают. Это уже показатель того, что у нас донской знак качества востребован в виде хороших товаров и хороших услуг. Василий Голубев признаётся – гостям региона часто дарят донскую керамику. А лучшим местным производителям сегодня вручает «Знак качества». В списке прошедших добровольную сертификацию на «Отлично» 35 предприятий из разных сфер. Эта сертификация нам помогает выпускать продукцию высокого качества, потому что все этапы производства контролируются. И контролируются они очень и очень добросовестно. Система сертификации разработана для того, чтобы в огромном количестве товаров и услуг отыскать качественные и сделать их популярными. За пять лет право маркироваться знаком «Сделано на Дону» подтвердили 55 предприятий – производители продовольственной и промышленной продукции, а также объекты общепита. Добровольная сертификация на маркировку «Сделано на Дону» – это как раз локальный шаг для решения глобальных задач, для повышения конкурентоспособности донских производителей на открытом рынке. На сегодня под «Знаком качества. Сделано на Дону» 99 сертификатов на 1800 наименований разнообразной продукции. Виктория Щетиньна, Тагир Фатахов, Дон-24, Ростов-на-Дону. Человек года 2018 отмечен в Ростовском Музтеатре. Точнее, 12 лучших в 12 профессиях. На сцену за наградой выходили представители таких разных профессий, как учители, актер, спортсмены, полицейские, композитор и аграрий. Актеры, строители, педагоги, спортсмены, полицейские – в общем, представители 12 самых разных профессий вместе собираются редко. Но это именно такой случай – ежегодная церемония Человек года. Лучших из лучших определяли профильные комиссии. И, например, агрария года выбрать было не так просто. Очень трудно выбрать, потому что достойных руководителей аграрного сектора, это и крупные предприятия, это фермерские хозяйства, на сегодняшний день очень много, это сотни. После тщательных подсчетов различных сельхозпоказателей и личной ответственности руководителя, Человеком года в сельском хозяйстве признали Владимира Черкезова, гендиректора многопрофильного предприятия «Кировский конный завод». Предприятие, которое известно не только в Ростовской области, оно известно и в Российской Федерации, и за пределами Российской Федерации, и по своим спортивным достижениям, и по сельскохозяйственному объему производства. Также среди награжденных – учитель физики Дарья Рогова, композитор Михаил Фуксман, актер Геннадий Верхогляд, дзюдоист Нияс Ильясов, представители других сфер и профессий. Сопровождалась церемония выступлением юных балерин Ростовского музыкального театра. Долгая болезнь не должна останавливать школьное образование. И для детей с онкологией в Ростове открыт учебный класс прямо в больнице. Пациенты приходят в специальный кабинет учиться и играть. Как развивать проект «Учим, знаем» обсуждали на консилиуме врачи, педагоги и депутаты. «А хотите сами своего робота-друга создать? Тогда Олег Анатольевич вам сейчас поможет». Этот учебный кабинет – единственный в онкогематологическом отделении, где дети могут совершенно забыть о страшном диагнозе. Увлечены так, что не замечают консилиум врачей и педагогов и присутствия чужих людей. Теперь в областной детской клинической больнице можно и лечиться, и учиться. «И самое главное, чтобы педагоги, которые будут работать, это были люди с горящими глазами, улыбчивые. Это те педагоги, которые пришли для того, чтобы подарить ребенку знания, а не для того, чтобы ему сострадать». Госпитальная школа появилась здесь в марте для детей, вынужденных лечиться долго. Чтобы они не пропускали учебную программу, учителя 11 лицея ежедневно превращают больничные будни ребят в учебные. Уроки длятся около 40 минут и, конечно, корректируются с учетом лечения и предписаний врача. «У нас таких деток в прошлом году было семеро, и все они прошли свою итоговую тестацию, переведены успешно в следующий класс. То есть это говорит о том, что здесь образование соответствует стандартам, оно необходимым для наших деток». Сейчас детей, получающих школьное образование в больнице, уже девять. И актуален вопрос, как развивать проект, учим-знаем. Ведь педагоги здесь должны иметь не только профессиональные, но и психологические и медицинские знания. «Именно обучение дает возможность вот этой связи с такой полноценной жизнью. И очень часто даже те дети, которые не очень хорошо и не с большим желанием учились в обычной школе, в обычных условиях, столкнувшись с болезнью, они понимают, что обучение – это важно, это интересно». В таком классе дети могут и играть с педагогом. Проект «Учим-знаем» действует в 26 регионах страны. Вера Данилиди, Николай Андреянов, Дон-24, Ростов-на-Дону. Доноров ждут на областной станции переливания крови. Неравнодушие людей просто необходимо для бесперебойного обеспечения больниц. Донорской крови в регионе сейчас не хватает. Стать донором может каждый человек старше 18 лет весом не меньше 50 килограммов. Ограничения распространяются на больных ВИЧ, вирусным гепатитом ВИЧ, туберкулезом и малярией. А также на людей с болезнями крови, сердца, сосудов, почек, органов дыхания и пищеварения. Доноров ждут по будням с половины девятого утра до часа дня по адресу улица Чинцова, 71, дробь 63-Б. При себе иметь паспорт с регистрацией в Ростовской области. Двое суток до сдачи крови нельзя пить алкоголь, сутки не есть жирное. Чемпионат Европы по гонболу стартовал во Франции. И его открытием стала встреча олимпийских чемпионок из России с хозяйками турнира, действующими чемпионками мира. Хотя могло показаться, что со сборной Франции играет Ростов-Дон. В стартовом составе Евгений Трифилов выпустил шесть ростовчанок и для разнообразия Дарью Дмитриеву из Лады. Вот он первый гол Евро-2018. Его автор Ксения Макеева. И был этот гол единственным целых шесть с половиной минут. Так волновались опытнейшие мастера на старте турнира. А настоящее мастерство показали пока только вратари, в том числе Анна Сидойкина. На 14-й минуте наши девушки смогли сделать первый отрыв. Полина Кузнецова заработала семиметровый и удаление. А потом дважды, как автомат, отправляла мяч через всю площадку в пустые ворота. Отрыв в три мяча продержался до середины тайма. Потом постепенно хозяйки его съели и даже вышли вперед. 10-9 за четыре минуты до перерыва. А закончился первый тайм с четырьмя единицами на табло. 11-11. Вторую половину матча лучше начали француженки. И сходу повели плюс три. Но через 10 минут уже россиянки разбираются с отставанием и потом буквально взлетают над соперницами. Этой чудо-воздушкой в меньшинстве начинаем сламывать противника. А за 7 минут до середины добиваем. Моногарова доводит счет до 23-20. Морально француженки уже не смогли собраться. И даже получив большинство, бросали мимо. 26-23. Первая победа России на евро. Теперь в воскресенье играем с Черногорией. Начало встречи в 8 вечера по Москве. Иван Полехин, Александр Шкурко. Дон-24. Франция. Битву хоров устроили батайские детсадовцы. Но назвали ее мягко. Фестиваль-конкурс «Хрустальный колокольчик». И так на сцене Дома культура только самые маленькие. А мамы в зале и в песнях. Белый верх, красный низ. И это для того, чтобы быть красивыми, объясняют маленькие артисты. Воспитанники детского сада «Буратино» еще не вышли на сцену, а уже устроили маленький концерт. Песня просто рвется из-за кулис. Проблем с текстом нет никаких. Все выучили от корки до корки, ведь поют про маму. Музыкальные руководители все эмоции переживают вместе с детками. Только на сцену к своему коллективу выйти не могут. В вокальной битве участвует 31 детский сад. Перепить друг друга стараются в трех номинациях. Детские, русские и классические песни. Победных мест сегодня много. Первые, вторые и третьи в каждой номинации. Идет, ручка, качает, взлетает на ходу. Поехали, ручка, качает, взлетает на ходу. Третий детский сад сегодня представляет авторскую песню. То есть слова музработника, музыка второго музработника и исполнение детей. То есть это будет премьера впервые, такое в наших конкурсах. Что придумают коллективы еще, будет видно уже весной. Следующий фестиваль – танцевальный. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск смотрите в 15 часов. В студии был Артем Тарасов. До встречи.